Ночью вновь была слышна канонада. О залпах тяжелых орудий сообщили городские власти. К утру стихло. Министерство обороны ДНР заявляет о почти 40 случаях нарушения перемирия за последние сутки. Обстрелом, по его данным, подверглись населенные пункты Спартак, Октябрьский, территория Донецкого аэропорта, Горловка и на южном направлении Широкино. В военном ведомстве провозглашенной республики отмечают, что ополчение на провокацию украинской страны не реагирует и ответ на огонь не открывает. Тем временем Управление ООН по гуманитарным вопросам опубликовало новые данные по количеству беженцев. Из отчета следует, что зону боевых действий вынуждено покинули уже более двух миллионов человек. В том же докладе отмечается, что в западных регионах Украины переселенцы все чаще сталкиваются с враждебным отношением. Некоторые не выдерживают и раньше, чем планировали, возвращаются назад в разрушенные села и города. Евгений Лямин пообщался с вернувшимися домой. Здесь уже протекло. Так само вот тут на втором этаже сквозная дырка была в этом, поэтому тоже все протекло. Окна, крыши, двери, чтобы привести в порядок дом. Времени уйдет немало. Летнюю кухню придется отстраивать заново. Но главное – выжили. Первый снаряд упал вот сюда. Вот. Сюда упал снаряд, а я здесь готовила кашу. Я наклонилась, и поэтому у меня в затылок попал осколок и в плечи. Валентина Петровна хорошо помнит тот день. 15 сентября прошлого года. В 11 утра сразу три снаряда прилетели во двор. Тогда украинская артиллерия обстреливала этот район ежедневно. После больницы вместе с мужем они решили уехать. Точнее, были вынуждены просто бежать. В Винницкой области от родителей мужа остался дом. Старый. Много лет там никто не жил. Поэтому, чтобы навести в нем порядок, приехав в город, первое время хотели остановиться в съемной квартире. Мы сразу пробовали винтистить квартиру, а в Донецке никто квартиру не дает. Работы тоже не дают. Потому что у них и своих работ надо. Мы чужие там. Чужие – это ощущение необъяснимое, горькое. Осталось словно осадок. Хотя, в общем-то, говорит, ни у кого ничего не просили. Разве что нормального человеческого отношения. Но это фраза беженец с Юго-Востока. Там было точно клеймо. Ну, в открытую, говорят. Говорят, сепаратисты, чего сюда приехали. А мы, по-моему, уже жили, кажется, в одной Украине все. Как они говорят, единая страна. Запад-Восток вместе. Ну, вот мы приехали из Востока, и нас на Западе так любят. Как только в родном Донецке стало потише, вернулись. Дом пусть и полуразрушенный, но он свой. Все, говорит, восстановят. Да и греют, да не стены. Люди. Сначала было страшно. Мы приехали, темно, где ничего, и не разрушение. Потом, когда пришли в дом, нам все рады, все довольны, на среде поднялось, и стало вроде уже хорошо. Трудовской район на окраине Донецка подвергался постоянным обстрелам. Большинство жителей района в прошлом году отсюда просто уехали. Например, на этой улице проживало до недавнего времени всего три человека. Теперь люди возвращаются обратно. В какие дома уже вернулись, хорошо видно по этим кучам мусора. Люди приезжают и начинают приводить в порядок свои дворы и дома. Крышу он латает уже в третий раз. Сейчас дожди. Стерет пленку на скорую руку, чтобы дом не промок насквозь. Анатолий Корнилов как раз один из тех, кто остался и жил здесь под обстрелами. Присматривал за домами соседей, тех, кто уехал. У кого-то после очередного обстрела заколачивало зимой окна, двери еще в конце февраля. С украинских позиций били постоянно. Плотность огня была такая, что нельзя и выйти. Тут гранаты. Гранаты задолбали. Я только постелил вон линолеум, уже дырка от гранаты. Когда я улицу видела, я была в шоке, так как ничего живого не осталось. 13-летняя Снежана с этой недели учится в своей школе в Донецке. Тоже вернулась домой. Еще летом прошлого года, после первых артобстрелов украинской армии, вместе с отцом уехала в Россию. Неделю жили в Ростовской области, в лагере для беженцев, потом в Курской, в городе Железногорск. Нам в администрации Железногорска нам дали телефон, люди, которые помогут. Ну, реальная помощь по трудоустройству, либо по жилью. Без них нам, конечно, было тяжело. Вот именно люди, обыкновенные люди. А работа там, работали, ну, я столерсом, и по столярке там. Работал по профессии, делал окна и двери. Когда узнали, что обстрелы их района прекратились, решили, пора возвращаться. Их дом один из немногих. К счастью, не пострадал, но нужна помощь другим. Работы в родном городе. Работа в родном городе.